Вот эта идея, она вынашивалась с нами очень давно, практически с начала истории, как была задумана эта школа, которую мы видим сегодня во всей красе. И четыре здания, которые есть, позволяют действительно, на самом деле, провести эту летнюю школу на очень хорошем, высоком уровне, с точки зрения удобства приглашенных и педагогов, и ребят, и с точки зрения, конечно, инструментов, которыми школа оснащена. Когда ты учишься с одним человеком, может быть, вещи, которые он говорит, ты к ним привыкаешь и не всегда, ну, внимательно, что ли, к ним относишься. То есть те же самые вещи, которые говорит другой человек, иногда кажутся откровением, хотя свой собственный педагог, который часто это повторяет, говорит то же самое. Здесь важна интонация, важно, в какой момент это сказано. Помогает. Хорошо, да. Это очень хорошо. Вот это очень хорошо. Это запомнительно. Чувствительность, да, она же разная. Значит, ты должна сыграть минус один, минус два, минус три, минус два, минус один. Музыка является, безусловно, добровольным рабством. Это служение, это не просто, так сказать, приобретение каких-то навыков. То многие и родители, и педагоги учащиеся прибывают в летние школы для того, чтобы понять, а смогут ли они заниматься на том уровне и с тем качеством, которое предъявляет сейчас современная фортепианная школа, и в том числе русская фортепианная школа, к музыкантам. Новое общение. Ведь не только в педагогии в летние школы, есть еще и другие ученики. И вот эти новые знакомства, новое окружение, такая так называемая социальная среда, новая обстановка, она тоже дает эмоциональный такой всплеск внутри молодого человека, который помогает воспринимать происходящее на таком эмоциональном подъеме. И это очень важно для того, чтобы информация, которую он получает, вот вместе с повышенным эмоциональным фоном, она легче и усваивается, и дольше остается в памяти. Вот новое знакомство с верстниками, новое впечатление от того, что ты услышал, как играют твои новые знакомые на концерте. Услышал какие-то выступления взрослых музыкантов, потому что у нас вечерами проходят концерты наших педагогов. Пообщался не только в классе по специальности, но и в оркестре. У нас есть такой оркестровый класс, где ребята могут вместе с другими вот эти навыки оркестровой игры почувствовать. Вот это все вместе, мне кажется, очень расширяет кругозор и действует на будущее для молодого человека, который хочет заниматься профессиональным музыкантом. Я бы пожелал нашим участникам, во-первых, успехов в их профессиональной деятельности, если они хотят быть профессионалами, музыкантами. Пожелал бы им упорного овладения этой профессией в будущем, и чтобы те навыки, которые они получили в нашей летней школе, чтобы они им помогли быть жизнью. Но даже если они не станут профессионалами, мне кажется, что музыка, которой они себя посвятили в настоящее время, пока они еще совсем юные, она будет сопровождать их в будущем и окажет очень большое влияние на их развитие, они будут более успешными в жизни. Это очень важно для молодого поколения. Каждый человек может приехать и взять определенное количество занятий у того педагога, с которым он мечтал до этого позаниматься. По-моему, у нас получилось. Ну, главное, чтобы то, что здесь было получено, этот опыт, и в том числе игра в оркестре, опыт игры в оркестре, и в ансамбле, и какие-то навыки, которые были приобретены в течение этой недели детьми, участниками летней школы, чтобы они как можно дольше сохранялись в голове, в руках, чтобы люди помнили то, что они здесь узнали, и, естественно, чтобы это дало свои плоды. Я надеюсь, что в следующем году мы тоже сделаем такую школу, и эти же люди приедут, но уже на новом уровне, чтобы узнать что-то новое. Субтитры подогнал «Симон»